Значит, когда и куда исчезли динозавры? Во время войны динозавров, были очень крупные особи динозавров, и когда во время войны 12 тысяч лет назад проводилась спасательная операция по спасению людей и животного мира, то были те корабли бурхатцев, которые смогли спасти ограниченное количество особей, животных. Во-первых, было недостаточное количество кораблей, а во-вторых, сами динозавры были крупные и агрессивные существа, на которые нужно было определенным образом их обездвижить, парализовать и так далее. Но в то время уже были те прогнозы, что при изменении климата эти динозавры не смогут существовать в новом мире, поэтому все силы спасения направлены на людей. Понятно. То есть динозавров тоже куда-то спасли и вывезли? Не самих динозавров, а вот как мне показывают, как их яйца. Ну, их вывезли, их вывезли первоначально на Марс, а потом некоторые яйца динозавров вывезли на планету, которая находится в созвездии Большой Медведицы, и сейчас там живут. Но они уже не те динозавры, которые земные, они там с измененной генетикой. Но они там действительно живут, но на Землю их уже не привозили. То есть после разрушения экосистемы, которая была до войны, исчезли те растения, большие деревья, папоротники и так далее, которыми они не могли питаться, ну, именно травоядные виды. Хищные виды динозавров, им требовалось достаточное количество пищ, ну, то есть они были крупные, и у них был быстрый обмен веществ, довольно-таки в том, что им требовалось много пищи, именно мелких млекопитающих. А млекопитающих и так не хватало после того, как привезли спасенных и вышли из укрытий те, которым удалось выжить на Земле. Люди, они ели? Динозавры? Да. Ну, нападения были, как и других хищников, но довольно редко, потому что люди, в отличие от современных, они умели гармонизироваться с плазмоидами и вступать в отношения с разумом животного, с животной душой. Да, большинство людей это умело. Ну, нападения были, но в основном они были по причине снижения вибраций человека и его выхода из состояния контакта с животным и растительным миром. Я понял. А почему тогда датировки динозавров идут много миллионов лет назад? То есть кости находят и говорят, они типа жили много миллионов лет назад. Но много миллионов лет назад они тоже жили. А тоже жили, да? Да, то есть, ну, по крайней мере, когда прилетели томисоутсы, пять миллионов лет назад, они уже были. То есть эта фауна уже существовала. Вот сейчас интересный, актуальный вопрос.